Здравствуйте! В эфире программа безопасности и я, ведущий Александр Булдаков. В этом выпуске мы, как всегда, расскажем о самых громких происшествиях и преступлениях за последние дни и, конечно, подскажем безопасные выходы из опасных ситуаций. Сегодня в программе. Какие факторы влияют на стабильность бизнеса пассажироперевозок и почему это дело стало рискованным в нашем регионе? О безопасности 220-го маршрута. Как действуют силовики в условиях угрозы жизни и здоровья заложников и невозможности выполнения требований террористов? Что произошло в одном из торгово-развлекательных центров Новосибирска? День внутренних войск МВД отметили в России. На каких направлениях сегодня несут вахту военнослужащие этих подразделений и кого они кормили гречневой кажей с тушенкой в Центральном парке? Эти и другие материалы смотрите в выпуске. Нынешняя тревожная экономическая ситуация, и не только в Сибирском регионе, ставит под угрозу стабильность бизнеса в разных его сферах. Внутренние автомобильные пассажиры перевозки вроде как не зависят от каких-либо геополитических потрясений. Однако, как выяснилось, предприниматели, занимающиеся этим делом, уязвимы куда больше, чем может показаться со стороны. А ведь автобусами и маршрутками так или иначе пользуются практически все. Поэтому от того, как обстоят дела у перевозчиков, во многом зависят комфортность и, что важно, безопасность проживания в городе и его пригородах. А дела в этом бизнесе, по крайней мере, на автобусном маршруте за номером 220, связывающем Новосибирск с Криводановкой, совсем не веселые. Почему, узнаете прямо сейчас. На 220 маршруте в настоящее время работают 9 автобусов. Из Криводановки в областной центр и обратно люди в основном ездят на работу. Если не считать то, что транспорт иногда может задержаться в новосибирских пробках, пассажиры довольны. Бывают задержки. У нас же, знаете, вторая станционная стоит. Станционная стоит. Это в ту сторону. А в обратную сторону у нас Станиславского. И бывает, что от телецентра и до площади труда и по часу, и по полтора. Других претензий у пассажиров, на удивление, нет. Нормально, да. Персонал так, грамотный такой. Все нормально, все нормально. Все нормально, все хорошо. Ну, как какие-то претензии. Нет, нет, нет. Нет претензий к этому перевозчику и у Министерства транспорта Новосибирской области. Однако, считает руководитель пассажирского автопредприятия, ему придется уйти с этого маршрута, который в феврале был выставлен на конкурс. При этом этот перевозчик еще в 2012 году получил субсидии от того же Минтранса на приобретение автобусов около полутора миллиона рублей. Транспорт купил и надеялся добросовестно работать и дальше. Ведь срок действия договора субсидирования – три года. В этот период нельзя продавать эти автобусы или прекращать, собственно, пассажироперевозки. Иначе деньги придется вернуть государству. И вдруг конкурс. Скорее всего, это даже какая-то схема. Автобусы стоимостью полтора миллиона, есть автобусы стоимостью три миллиона. Выдавая государственные деньги, а на завтра расторгаясь с перевозчиком договор, можно, ну, неплохо с этого получать какие-то доходы. Я думаю, что это у меня услышит Следственный комитет города Новосибирска. К тому же, говорит Суханов, договор на право осуществления пассажироперевозок, который заключается ежегодно с Минтрансом, он подписал вот только что в начале февраля. Опять же, взять господина, министра Титова, с какой целью он заключил со мной договора на осуществление пассажироперевозок 4 февраля и 5 февраля. Какого года? 2014 года. И 24 числом объявил конкурс. Это, опять же, мое субъективное мнение. Ну, где-то что-то есть. В Минтрансе утверждает, что в одностороннем порядке они могут договор расторгнуть, не нарушая законодательство. В том же договоре с Олегом Николаевичем и в 2012 году, когда он получал субсидии и в дальнейшем, с учетом внесенных изменений в постановлении 50 по условия расторжения, вернее, не расторжения, а возврата субсидий, были прописаны и тогда, и сейчас. И звучит, еще раз говорю, вот отчуждение. Второе условие расторжения по собственной, как и было ранее в 2012 году, и третий пункт, как он и был вторым в 2012 году, остался таким же расторжением, естественно, в одностороннем случае договора об организации по советским перевозам. Поэтому Олег Николаевич, видимо, вот этот момент опустил. К тому же, утверждают в Минтрансе, конкурс они обязаны проводить по закону, а переводчик, скорее всего, иначе понимает смысл договора. Там есть третий пункт, срок действия договора. Действие, настоящий договор действует три года с момента его подписания. Но, еще раз говорю, это вопрос идет о субсидиях. Да, сегодня, вот можно сказать, что есть определенное, так сказать, разночтение. Так или иначе, перевозчик Суханов разочаровался в отношениях власти и бизнеса. На выставленных условиях конкурса, которые выставлены, там, опять же, есть много технических нюансов, о чем я вот говорил ранее. И вот с такой позиции министра, наше предприятие приняло решение не выставляться на этот конкурс. Да, обидно, жалко, что положено много работы для того, чтобы создать вот эту промышленную базу, на которой мы сейчас находимся. Правду теперь предприниматель будет искать с помощью правоохранительных органов. Он считает, что просто пытаются выжить с маршрута. Ведь, получая субсидии в 2012 году, он рассчитывал работать здесь хотя бы до 2015 года. А теперь еще придется и полтора миллиона возвращать. Вот такой получается бизнес, как-то маломотивирующий развитие автомобильных пассажироперевозок. И наш материал в продолжение темы автомобильной и дорожной безопасности. В Новосибирске стартовал ямочный ремонт. И люди в очередной раз стали задаваться вопросом, почему в Сибири снег и лед с автодорог зачастую сходят вместе с асфальтом. На эту тему размышляют не только автомобилисты, но и ученые, специалисты-дорожники. Судя по тому, в каком состоянии предстали городские проезды и магистрали в этом сезоне, кардинально проблему сохранности покрытия так до сих пор решить и не удалось. Почему и есть ли перспективы в этом деле? Можно ли хотя бы помечтать об эксплуатации дорог без ямочного ремонта? Сейчас узнаете. Тема конференции, которая собрала специалистов и экспертов дорожного строительства, больше касалась мостов. Сегодня в этой сфере появляются прорывные технологии, нанотехнологии, призванные удешевить ремонт сооружений и значительно увеличить срок их службы. Однако мостовые автопереходы – неотъемлемая часть дороги в целом. И на мосту укладывается тот же асфальт или другое какое покрытие. А оно сегодня как раз и не устраивает автомобилистов. В интернете уже полно историй, и одна другой печальнее о результатах езды по весеннему новосибирскому асфальту. На пересечении улиц Зыряновская и Добролюбова пробил колесо, сломал бампер, погнул диск. Не исключено, что еще что-то с ходовкой. Пока стоял, ждал ГИБДД. Примерно в течение часа еще несколько машин также пробили колеса. Люди меняют запаску и уезжают на шиномонтаж. Никто не хочет связываться с дорожниками. Будьте осторожны. Яма величиной метр на полтора, глубиной 23 сантиметра. Замеряли с инспектором. Специалисты с сожалением констатируют сегодняшнюю безвыходность ситуации. Мол, хотите ездить круглый год по хорошим ровным дорогам, жить надо в Сочи. Ну или где-нибудь, где тепло круглый год. Даже покрытие, которое ушло в зиму без единой трещинки, вы видите, что происходит весной. Причем это не упрек подрядчик, что некачественное или что-то другое. То есть перепады температур, сами знаете, летом плюс 60, плюс 70 на покрытии. Зимой минус 40, минус 50. То есть в наших условиях просто невозможно обойтись без ямочных ремонтов. Поэтому дорожники пошли по пути, на их взгляд, сегодня самому оптимальному и стали совершенствовать технологии ямочного ремонта. Здесь прослеживается стремление как можно быстрее после зимы восстановить дорожное покрытие и не дать автомобилистам особого повода для жалоб. И, конечно, вопросы безопасности дорожного движения никуда не делись. Ведь известно, что часть ДТП происходит по вине ненадлежащего качества того же асфальта. Постепенно мы увеличиваем сроки температурные, то есть переходим на холодные смеси, чтобы не дожидаться, там уже установления плюсовых температур суточных, да, там плюс 5, плюс 10. А начинаем гораздо раньше, то есть за счет того, что в битум вводятся определенные добавки, которые позволяют применять эти холодные готовые смеси при отрицательных температурах, при влажном покрытии. Тем самым мы просто увеличиваем время наступления вот этого ямочного ремонта раньше. Но вот вопрос, насколько плохо дорога выглядит весной, все же приходится задавать местным властям. Именно они контролируют все графики ремонта и процесс эксплуатации автодорог в целом. Не надо игнорировать межремонтные сроки. То есть, если положено каждые 5 лет, допустим, производить замену верхнего слоя покрытия, а каждые 2 года наносить поверхностную обработку, там, макрошероховатые поверхности, Но это надо делать. Если мы этого не делаем, можно даже не ездить по дороге, она развалится через 5 лет просто под воздействием природных каких-то влияний. А можно ли добиться такого качества дорожного покрытия, чтобы никакие погодные условия его не разрушали? Специалисты как-то прямо не отрицают этого, но говорят, что соотношение цены возведения магистрали к стоимости ее последующей эксплуатации – это главный критерий на сегодняшний день. И именно сегодня из наполняемости бюджетной казны и определяется, строить дороги и на долгие годы, либо дешевле, но с последующим недешевым ямочным ремонтом. В рубрике «Рецепты безопасности» мы дадим исчерпывающие ответы на волнующие вас вопросы. Конечно, если они касаются безопасности вашей лично, а также ваших финансов или здоровья. Ходить в кинотеатр может быть даже очень небезопасно. Ведь события, которые обычно вас не касаются, могут развиваться совсем по-другому. И вот пример. Группа бандитов проникла на территорию торгово-развлекательного центра «Аура» и захватила заложников в одном из кинозалов. Конечно, в кратчайшие сроки развернул свою работу оперативный штаб, который ввел критический уровень террористической опасности, а также так называемый правовой режим проведения контртеррористической операции. Силовикам пришлось действовать в условиях угрозы жизни и здоровью заложников и невозможности выполнения требований террористов. И хорошо, что это были учения, на которых никто не может пострадать. Тем не менее, решение оперативный штаб принимал, исходя из возможной реальности ситуации. Кто победил в данном противостоянии и что делать, если вы, не дай бог, конечно, столкнетесь с террористической угрозой. Эти люди собирались посмотреть фильм в одном из кинозалов торгово-развлекательного центра «Аура». Но по легенде учений им выпала незавидная участь – пришлось стать заложниками. Если учесть, что жизнь попавших в такую ситуацию обычно не стоит практически ничего, то этот киносеанс в реальности мог бы стать для них последним. Сразу скажем, что в данном случае никто не пострадал. Но на самом деле, будь то настоящие террористы, вполне могли быть и жертвы. Это видео с камер наблюдения. Видно, как женщина, всеми признаками напоминающая шахидку, ходит по торговому центру. После присаживается на диванчик и долго-долго там сидит. Никто на нее не обращает внимания. Позже к ней подсаживается мужчина с большой сумкой. Они о чем-то говорят. Как потом выяснится, обговаривают план подрыва здания. После расходятся. Сумка остается стоять без присмотра. Люди проходят мимо и опять никакого внимания на брошенную вещь. А ведь в ней, согласно легенде учений, бомба, которая должна вот-вот взорваться. И хорошо бдительные сотрудники службы безопасности «Ауры» замечают что-то неладное и поднимают тревогу. Взрывное устройство обезврежено. Однако террористы, видимо, обозленные первой неудачей, идут по плану «Б». Берут людей в заложники и укрываются в одном из кинозалов. Конечно же, это была смертельная для некоторых бандитов ошибка. Но об этом они узнают позже. А в это время «Аура» берется силовиками в кольцо. Собровцы уверенно, но осторожно приближаются к месту локализации бандитов. Проведенные переговоры ни к чему не привели. Требования, выдвинутые злоумышленниками, оказались невыполнивыми. Поэтому оперативный штаб принимает решение о нейтрализации террористов. После непродолжительной перестрелки все стихает. Но помещение еще надо тщательно проверить. Досмотр здания с правой стороны. Многоэтапное антитеррористическое учение «Бетель Аура» показало, что наши спецподразделения способны и террористов обезвредить, и заложников вызволить. Правда, нашлась работа и для служб спасения. Проверка готовности сил и средств органов управления и подразделений, входящих в состав Объединенной региональной антитеррористической группировки, закончена. Действия по пресечению террористического акта в месте массового пребывания людей будут еще анализироваться экспертами. Ведь одно дело учения, а совсем другое – реальный теракт. И если учесть, что на территории Новосибирска функционирует 9 таких вот крупных торгово-развлекательных комплексов, то это далеко не последняя подобная тренировка. Но, как говорится, тяжело в учении, легко в бою. И еще о безопасности нашей с вами внутренней. Наряду с ФСБ, полицией и другими подразделениями силовых ведомств правопорядок на обширной территории нашей Родины обеспечивает внутренние войска МВД. 27 марта в нашей стране военнослужащие и гражданский персонал этой структуры отметили свой профессиональный праздник. У нас мероприятия с ним связаны и проводило Сибирское региональное командование внутренних войск, которое находится в Новосибирске. Еще накануне состоялись официальные торжества с поздравлениями и вручениями наград, а в сам праздник личный состав и их семьи отдали дань памяти павшим сотрудникам, а после к празднику постарались приобщить их горожан. Как это у них получилось, сейчас расскажем. Для солдат, сержантов и офицеров Сибирского регионального командования внутренних войск МВД России праздничный день начался с гимна страны и траурной церемонии возложения цветов к мемориалу в честь воинов-сибиряков, погибших при исполнении воинского долга. Таких только в нашем подразделении 161 военнослужащий. Внутренние войска были образованы 27 марта 1811 года. Правда, назывались они тогда внутренней стражей. И появились в результате формирования охранной службы и ряда реформ, проведенных императором Александром I. Сегодня, спустя 203 года, внутренние войска – это важная составляющая глобальной охранной системы государства российского. Вся история внутренних войск – это история мужества, героизма, отваги и беспредельной преданности своему отечеству. Внутренние войска, в том числе и сибирское командование – войска воюющие. Поэтому у этих военнослужащих есть и павшие в боях друзья, и профессионализм, полученный в реальных условиях войны и вооруженного противостояния. Но не всегда бывает все именно драматично. Первая одна из важных задач – это охрана общественного порядка, в том числе всех массовых мероприятий. Недавно мы, полуторатысячная группировка войск, вернулась из города Сочи после выполнения задач на 22-11 паралимпийских играх. Сегодня военнослужащие по-прежнему продолжают выполнять задачи на Северном Кавказе. То есть борьба с терроризмом – это задача наша. Сегодня мы по-прежнему охраняем особо важные объекты расположенного на территории Сибирского федерального округа. Ну и оказываем содействие пограничным войскам в охране государственной границы, если это потребуется. Дополнительная охрана сегодня не потребовалась в Центральном парке Новосибирска, где и прошли праздничные гуляния. Порядок там было кому поддерживать. Несколько военных палаток, полевые кухни и, соответственно, вкуснейшая гречневая каша с тушенкой и горячий чай. Так кстати в эту промозглую погоду. И вновь звучали добрые пожелания и поздравления. Мне приятно, что из Новосибирского военного института, а ранее Новосибирское высшее военно-командное училище выпустилось более 10 тысяч офицеров, которые по достоинству представляют офицерский корпус и с честью выполняют свой воинский долг по защите прав и свобод наших граждан. Я хотел бы поздравить и пожелать всего самого доброго, благополучия, успехов. Ну и, соответственно, чтобы этот день действительно был праздничным для всех тех, кто служит и продолжает служить во внутренних войсках. Может потому, что сегодня праздник и не хочется думать о чем-то проблематичном, но те офицеры, с которыми мы поговорили, высказывались примерно так. Служится хорошо, стараемся соответствовать реалиям жизни, то есть выполняем задачи, которые возложены в наши войска. Что же, внутренние войска не зря были созданы. Страна у нас большая и силами одной только полиции, которая сегодня больше занимается профилактикой, порядок навести непросто. К тому же государство наше, как бы нам ни хотелось, не отличается политической и экономической стабильностью, а значит, не застраховано и от внутренних угроз, которые могут быть направлены как на основу государственности, так и на отдельно взятого гражданина. И тут как раз и должны прийти на помощь профессионалы. И все же мудрые люди говорят, государство существует не для того, чтобы превращать земную жизнь в рай, а для того, чтобы помешать ей окончательно превратиться в ад. Действительно хочется, чтобы государство, регулируя общественную жизнь, все же не выходило за определенные границы. Смотрите программу безопасности на 49-м канале. В студии был Александр Булдаков. Всего доброго и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин